Народжение Христова и Новый Год – это святые, какие люди и особливают дети заусюду, чекают с нецерпением и упрочуванием отсюда. Святочные почутки понавали на переддне и областным центром медицинской реабилитации «Тонус». Новогодняя казачная свята подарили детям центра простовники Брестской епархии. На мероприемство побывала Людмила Салдина. Зурочистых колядных песнопений началось свято в областном центре медицинской реабилитации «Тонус». Маленьким пациентам и их родителям святочный настрой, а разом с ним и частинку души дарили детячий хор неотдельной школы Семяуновского собора и члены молодежного братства при этом храме. Доживец. На дворе 21 век. А у нас одна порвалинок на двоих. Да. Как прицелилось? Да. А как так получилось, что у вас на валеньке средствов не хватает? Средства у нас есть. У нас в Лоскопе не хватает. Пациенты «Тонуса» сострелились с персонажами мультика «Простоквашина», разом с артистами упрыгожили елочку и погуляли у Снежки. Для нас это очень значимо, потому что приятно хотя бы чуть-чуть принести свои доброты, тепла вот этим деткам, поставить свои какие-то вот эти сценки, которые им весело. Отчасти это наша миссия. Все-таки мы ходим в православные братцы, да, и какую-то радость нести детям, людям. Вот. И поэтому нам всегда приятно участвовать по возможности. Мы стараемся выделить на это время. С православной церквой центр «Тонус» сябрую уже свыше 10-ти годов. Священнослужители тут частые гости. Духовная поддержка вельми необходна пациентам «Тонуса» и их батькам, усеянные обовязково верить отсюда. А еще отсюда тут что день створают своими руками супрацовники центра. Что год у «Тонус» проходить реабилитацию маль полторы тысячи детей с розными неврологичными патологиями. И многие литерально устают на ноги. С двух двойнят Катя Жарко была вельми кволой. Урачи, які приймали роды, сумневались, что девчонка будет жить. У «Тонус» у яи поверили и поставили на ноги. С помощью «Тонуса» мы встали на ноги, она ходит сама, себя сама обслуживает. И все у нас хорошо получается. Тут очень хороший коллектив, очень добрый, замечательный. Без их помощи мы бы, наверное, не справились никак. Мы сюда приезжаем, все-таки строим нашу крепость всей семьей. По кирпичику складываем, складываем. И каждый раз мы приезжаем домой на ступеньку выше. Каля шверте пациентов «Тонуса» з інших областей Беларуси. С оправданным подарунком для этих детей и их батьков повинен стать спальный корпус центра. Его будовництво распочалося в 2012 году. Все лето нареште корпус плануется увести в эксплуатацию. Здание практически уже готово. Сейчас, благодаря помощи нашего губернатора, благодаря тому, что очень активно взялся обузполком за курацию этого вопроса, у нас запланирован на этот год еще деньги на строительство. И, ну, с Божьей помощью, как говорится, я думаю, что все-таки закончится строительство в этом году уже нашего корпуса. А кроме спальных покоев, у новым корпусе продуглежены додатковые лечебные кабинеты, кабинеты педагогичной коррекции. Уже набыто и новое медицинское обсталявание. Центр сможет значно полепшить якость работы. Усе супрацовники «Тонуса» верить. Гэта их пожадание – загаданное подраство. Обовязково здейснется. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».